От Ледового дворца и до Луковой горы Бобруйск ждет генеральная уборка. После субботника город наверняка запестрит новыми красками. Только в Ленинском районе высадят полтысячи цветов и кустов. На клумбах всего за пару часов взойдут нарциссы, тюльпаны, петунии и виолы. В сквере Святоникольского собора и через дорогу вдоль Центра творчества детей и молодежи высадят 60 деревьев, в основном лиственные породы. Набережной займутся учащиеся колледжи. Активисты БРСМ и Белой Руси наведут марафет в Бобруйской крепости. Работники заводов покрасят корпуса, заборы, подметут дорожки. Навести порядок во дворе и возле дома может каждый. Администрация Ленинского района призывает всех активных жителей нашего района принять участие в субботниках. Либо на своих предприятиях, на рабочих местах, либо на своих дворах и местах, где проживаются. Особо обратиться хочу к жителям частного сектора, которые в рамках субботника могут навести порядок на территории, прилегающей к их домовладениям. Лесопарковыми зонами займутся первомайцы. Зелёное богатство очистят от прошлогодней листвы, веток и мусора. Наведут марафет и в детских лагерях. На носу летние каникулы. В Беларуси ледяной технике пионерский лагерь «Ромашка». Вот там основная часть будет администрации Первомайского района задействована именно в подготовке территории этого лагеря к будущему летнему оздоровительному периоду. По предварительным данным, только в Бавруйске с лопатами, граблями, мешками и перчатками на республиканский субботник выйдут сотни горожан. Будет работать спецтехника порядка 150 машин. Предприятиями, обслуживающими жил фонд Первомайского Ленинского района на досках объявлений разместят информацию для жителей нашего города. Желающие поучаствовать могут позвонить в ЖИО, согласовать место, время. Будут обеспечены также необходимым инвентарем. На вырученные деньги отреставрируют памятники. Часть средств пустят на оздоровление детей. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бабруйск, 360.